Цветок бегония махровая в домашних условиях. Бегония махровая – универсальное растение, которое можно выращивать как в саду, так и в помещении. Из-за большого разнообразия форм листьев и бышных бутонов она стала главным любимчиком среди цветоводов. Описание растения бегония махровая. Махровая бегония относится к классу цветковые. В дикой природе растение предпочитает влажный климат. Дикорастущую бегонию можно встретить в тропических и субтропических климатических зонах. Как выглядит бегония махровая? К сведению, француз Шоссе Плюмьо в 1687 году впервые увидел цветок на Антильских островах, после чего началось его активное одомашнивание. Селекционеры вывели различные сорта, которые адаптированы к выращиванию на территориях с умеренным климатом. Бегония завораживает красивой листвой зеленого или красноватого оттенка. Бутоны имеют яркую окраску. Лепестки с махровой каймой по краям. Корневая система цветка может быть клубневой или кустовидной. По характеру роста кусты бывают ампельные и обычные. Крупные бутоны у клубневых бегоний размером 20 см. Ампельные сажают в подвесных вазонах и кашпо. Ампельный сорт Венера. Среди знаменитых сортов выделяют Фортуна. Компактное растение высотой до 25 см. Бутоны расположены на короткой цветоножке над листвой. Диаметр цветка 6-8 см. Цветение продолжительное и обильное. Цвести начинает раньше других сортов. Фембриата пинг. Вечно зеленый куст с пышными и крупными цветами ярко-розового оттенка с душистым ароматом. Цветет 2-3 недели. Венера. Выделяется большими полумахровыми цветами и живописной зеленью. Грандифлора. Растения с крупными цветами диаметром до 20 см. Внешне напоминают розы. Нон-стоп-микс. Невысокое растение с крупными соцветиями. Сорт славится непрерывным, можно сказать, вечным цветением на протяжении всего сезона. Бутоны желтые, белые, красные, розовые. Мармората. Сорт завораживает бутонами мраморной окраски с алыми и белыми тонами. Дабл-вайт. Белая махровая бегунья с крупными цветами и темно-зеленой листвой. Белла. Соцветие крупное пышное белоснежного окраса. Очень эффектный сорт мармората. Обратите внимание. Бегуньи цветет ранней весной и до поздней осени. Встречаются вечно цветущие бегуньи. Зимой листья не отмирают, а остаются на кусте. Как правильно посадить. Домашнюю бегунью выращивать нетрудно, главное, обеспечить грамотный уход, внимание и заботу. Чтобы растение радовало своим обильным цветением, важно правильно выбрать почву и подкормку, соблюдать правила полива и поддержания. Для посадки подойдет легкий рассыпчатый и плодородный грунт с обогащенными минералами. В состав почвы должны входить торф, перегной, листовая земля. Подкармливают бегунью фосфорно-калийными и азотными удобрениями. Внесение первых повысит период цветения и обильность соцветия. Азотные удобрения, как правило, используют для лиственных сортов или после окончания цветения. Они тормозят развитие бутонов, но способствуют росту листов и стебель. Для выращивания цветка в домашних условиях используют комплексные подкормки. Кемира Люкс. Добрая сила. Бона Форта. Мистер Цвет. Удобряют кусты инородными средствами, такими как дрожжи, сахар, чайная заварка, яичная скорлупа, банановая кожура. Важно! Комнатную бегунью необходимо подкармливать раз в 12 дней. Как правильно посадить в горшок? Перед посадкой бегунья необходимо правильно выбрать горшок. Он должен быть из натуральных материалов, глины или керамики с дренажем на дне. Пористые стенки вазона обеспечивают поступление в почву воздуха, благодаря чему корневая система сможет дышать. Глубина горшка от 10 до 15 сантиметров. Для амперных сортов подойдет более широкий и мелкий вазон. Чтобы посадить растение в горшок, необходимо придерживаться инструкции. Перед посадкой вазон следует продезинфицировать слабым раствором. Перманганата марганца и высушить. Посадочный материал помещают на 3 часа в обеззараживающий раствор и удаляют сухие и омертвевшие концы. На дно емкости насыпают дренажный слой. Почву насыпают до половины высоты вазона так, чтобы клубень не выходил за линию кромки горшка. В идеале до края не должно доходить 1,5-2 см. Клубень помещают на середину и засыпают почвой. Верхние ростки будут открытыми до появления первых побегов. В конце почву увлажняют. Обратите внимание. Луковица чувствительна к резким нажатиям, поэтому проводить посадку необходимо в перчатках и очень аккуратно. Посадка клубни в горшок производится очень аккуратно, чтобы не повредить луковицу. Дальнейший уход. Бегония предпочитает повышенную влажность воздуха, поэтому необходимо регулярно проводить опрыскивание в помещении. Следует следить, чтобы вода не попала на листья и цветы, иначе это может спровоцировать появление ожогов и пятен. Для поддержания влаги цветоводы часто ставят около вазона емкость с водой. Полив. Поливать растения необходимо в зависимости от времени года. Весной и летом в период активной вегетации поливают цветок дважды в неделю. Осенью и зимой количество поливов уменьшается. Он прекращается после того, как растения уходят в спячку. Заливать куст нельзя. Поливать стоит тогда, когда верхний слой почвы высох. Для полива подойдет отстоянная, фильтрованная или талая вода. Температура и освещение. Махровая бегония любит хорошее освещение и не переносит прямых солнечных лучей. Под воздействием солнца бутоны станут блеклыми, а на листьях появятся ожоги. Лучшим местом в помещении считаются подоконники, размещенные с восточной и западной стороны. Бегония на подоконнике должна стоять с восточной или западной стороны. Обратите внимание. Время от времени в озон с бегония необходимо поворачивать, чтобы каждая сторона получала одинаковое количество света. Если этого не делать, лиственная пластинка начнет деформироваться. Если зимой бегония еще цветет, необходимо дополнительное освещение в виде люминесцентных ламп. Тогда можно наслаждаться пышным цветением длительное время. Цветок не любит слишком жаркий и сухой воздух. Для правильного роста и развития куста температура должна составлять от 18 градусов до 23 градусов. Помещение, в котором находится в озон, рекомендуется часто проветривать, но при этом избегать сквозняков. Болезни и вредители. Бегония при неправильном уходе может иметь ряд проблем, связанных с болезнями и вредителями. Самым распространенными болезнями являются. Серая гниль. Основная причина появления – нахождение цветка в холодном сыром помещении. Обнаружить заболевание можно по серому налету на листке. Зараженные листья удаляются, а само растение обрабатывается химическими препаратами типа фундазол. Мучнистая роса. На листьях можно заметить белые пятна с порошкообразной присыпкой. Поврежденные листья удаляются, а куст обрабатывается фунгицеидами. Бактериальная пятнистость. На обратной стороне листа появляются водянистые стеклообразные пятна, которые со временем становятся темно-коричневыми. Вылечить растение невозможно, его следует утилизировать вместе с почвой, а горшок продезинфицировать. Поражение бактериальной пятнистостью. Среди вредителей, которые часто поражают куст, выделяются. Паутинный клещ. Бегония покрывается тоненькой паутиной, на листе видны бело-желтые вкрапления. Чтобы уничтожить вредители, листья промывают мыльным раствором, а затем используют препараты актелик, фитоверм. Оранжерейная тля. Насекомое опасно тем, что высасывает сок из растения. Листья становятся оранжевыми, затем скручиваются и отпадают. Против тли используют препараты актелик и фуфанон. Чтобы куст оставался здоровым, необходимо правильно ухаживать за ним, соблюдать режим полива, контролировать влажность воздуха и избегать резких перепадов температуры. Рекомендации по размножению в домашних условиях. Размножение бегонии и махровой включает три метода, семенной, клубневой и черенкования. Самым надежным и долгим считается семенной способ размножения. Сажают посадочный материал с января по февраль. Для этого берут подходящий контейнер и сеют семена по поверхности, слегка присыпая их землей, и накрывают пленкой. Дополнительное освещение поможет ускорить рост будущих ростков. Раз в день саженцы проветривают. Первые входы появятся уже через 14 дней. Размножение черенками. Черенкование – наиболее простой и распространенный способ размножения. Осуществляют его с апреля по май. Острым ножом срезают черенки длиной от 8 до 11 сантиметров и помещают их в стеклянную емкость с водой. После появления корни пересаживают в горшок. Размножение черенками. Самый простой способ размножения. Размножение клубнями. Клубневые сорта необходимо размножать весной. Часть клубни срезается ножом и помещается в марлю. После того, как он обсохнет, кладут в питательную почву, ГЛ не прикапывают. До появления первых отростков клубень следует поместить в теплое помещение. Как только корни сформировались, клубни засыпают грунтом и поливают. Размножение клубнями. Бегония махровая, тропическое растение, которому необходимо внимание и забота. При должном уходе она может свести весь год.